Без перебольша не одно из самых любимых мероприемствов гамельчан и гостей города. Мяс Малфест снова собрал аматоров смачно поесть и добро потешиться. Место – неизменная пляцовка, каля лядового палаца. Четвертый по леку фестиваль подрыхтовал шмат сюрпризов. Чем сделали гостей гастрофеста в этот раз, глядите в сюжете Жанны Мининой. В этот год запомнится удельникам фестивалю своими масштабами и разностайностью локации. Литерально с порога гостей чекали сюрпризы. Ирина Бачкова – коллекционер из Москвы. Жанчина сбирает предметы за иллюстрованием коров. На рахунку четыре рекорды России за самую великую коллекцию. И она наличивает больше за 30 тысяч экспонатов. Самое интересное из них Ирина привезла в гамель. Здесь представлены открытки, наперстки, марки, бонны, монеты и игрушки. То, что интересно каждому коллекционеру и детям. По периметре пляцовки разместилось множество фотозон. Уже по традиции предприемства на самолошной галлины нашего региона подрихтовали для гостей забавляльно-интерактивные локации. В этом году их стало в два раза больше. Проходит дегустация, проходят и танцы, и песни, и конкурсы. Ну все, что нужно для души, для радости, все устраивает. А кроме гульня, у которой поспели стать любимыми гостями фесту, например, сырный боулинг и шашки со сгущенкой, заявились и новые локации. Детям можно было отчуть себя работниками молочной вытворчасти в школе молока и навод отримать прационную книжку. Расскажи, а когда на предприятии ты работала, книжку трудовую получала, тяжело было? Да, это надо в микрокоп смотреть даже. Что понравилось больше всего? Все. Очень нам все нравится, весело, хорошо. У вогуля для маленьких гостей стало больше забав. Яны могли погулять у молочную раку, мини-вольф, тезловить на воду кефир. Юным удельникам мясно-феста это сподобалось. С каждым годом все лучше и лучше. Больше стало игр, много стало, как сказать, и позитива, как сказать. Плюс игра, как сказать, настроение вообще хорошее. С фейеричного шоу барабанщиков стартовала самая яскравая и смачная локация фестивалю «Гриль Баттл». Четыре команды споборничали у приготовлений мяса и сыра, у пиралек страусиолита поширили, да ягода дали драники. Кожная команда выкорастовывала свой ферменный рецепт. Больше делали такие полешуковские, мы наши приправы брали лесные. Рецепт наших драников очень прост. Картофель, лук, яичко куриное обязательно, немножечко муки, ну и, конечно же, все с любовью. Гастрофест без перебольшивания можно назвать одним из самых любимых святов гомельчан и гостей города. У наступным годзе он знов збересся броу, каб радовать и здивлять. Жанна Минина, Валерия Гапанько, телерадио Компания Гомель.